Друзья, приветствую всех! Сегодня мы с вами вяжем узор-сетку из последней коллекции Брунелла Коченелли. В коллекции широко применяется нить с люрексом, мелкой пайеткой или тем и другим одновременно. Сегодня мы попробуем этот узор связать. Для работы буду использовать нитки Ангора Голд в два сложения и спицы номер 4. Для выполнения нашего узора набираем 20 петель. Проверяем. Все верно. Отрезаем лишнее. Первые несколько рядов провязываем резиночкой один на один для создания базы узора. Можно провязать не резинкой, а просто лицевой гладью. Просто когда вяжешь резинку один на один, уже можно представить, как оформлять низ изделия, например, или низ рукава резинкой или каким-либо другим способом. На самом деле этих способов очень много. Не обязательно должна быть резинка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для этого снимаем вот эту петлю на спицу, меняем их местами Продолжаем Провязываем 3 вместе Не забываем этого Вот что мы имеем 2 накида 2 оборотный накид И 3 петли вместе при том, что центральная по середине и вверху Продолжаем Все очень просто В интернете есть Разные Видео Где показывают Как это делать Повторить за ними я не могу На самом деле Все значительно проще, чем они там рассказывают Поменяли центральную местами с первой Поставили ее вверху И 3 вместе провязываем Вяжем свободно Потому что Не затягиваем 3 петли вместе 3 петли вместе Лицевой Вот как у нас получается Накид 2 оборота 3 петли вместе Центральная сверху Посредине И вверху Снимаем Эту петлю Одеваем Провязываем 3 вместе Лицевой Меняем Местами Перепуталась Перепуталась У меня Не торопимся Расправляем Все нитки Чтобы было красиво 3 вместе Лицевой Кромочная Кромочная Второй ряд Второй ряд Раппорта Мы вяжем Следующим образом Снимаем кромочную Первая петля Первая петля Вот мы видим Вот что мы видим Первая петля И два накида Первую петлю Мы провязываем Изнаночной Первый Оборот Накида Изнаночный Второй Оборот Накида Лицевой И так далее Изнаночная Первый оборот Накида Изнаночный Второй оборот Накида Лицевой И так весь ряд Изнаночная Первый оборот Накида Изнаночный Второй оборот Накида Лицевой Изнаночная Изнаночная Второй оборот Накида Лицевой изнаночная изнаночная 1 оборот накида 2 оборот накида лицевой изнаночная 1 оборот накида изнаночная 2 оборот накида лицевая и кромочная третий ряд раппорта весь ряд провязываем лицевыми третий ряд провязываем лицевыми кромочная итак, после провязывания трех рядов раппорта имеем следующую картину четвертый ряд нашего раппорта снимаем кромочную 2 петли провязываем в чем смысл четвертого ряда мы провязываем вот эти 3 петли изнаночные вместе при этом оставляем центральную петлю чтобы она продолжалась эта дорожка чтобы продолжалась так как вот она шла до сих пор то есть центральная петля должна быть по центру и сверху накид 2 оборота снимаем эти две петли меняем их местами и провязываем 3 петли вместе лицевой изнаночной что мы получаем вот эта дорожка у нас продолжается и опять 2 накид 2 оборота 2 петли меняем местами центральную делаем 1 3 петли вместе изнаночной так получается идем дальше опять накид 2 оборота 3 петли вместе изнаночной при этом меняем местами центральную петлю с первой 2 накида и 3 вместе изнаночной накид 2 оборота меняем петли местами и провязываем 3 петли вместе изнаночной и опять накид 2 оборота меняем петли местами 3 петли вместе изнаночной 4 петли вместе изнаночной плохо получилось поэтому делаю еще раз так кромочная так в результате провязывания 4 рядов раппорта имеем следующую картину 5 ряд кромочная как обычно снимается провязываем лицевая и в этом месте и в этом месте где накид в два оборота первую вяжем изнаночной вторую вяжем лицевой и продолжаем лицевая изнаночная лицевая лицевая изнаночная лицевая лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, и здесь кромка. У нас уже вырисовывается сетка. Так, это у нас был пятый ряд, шестой ряд. Шестой ряд мы весь провязываем изнаночными петлями. Весь ряд повторяю. Изнаночные петли. Шестой ряд мы заканчиваем. Вот, собственно, мы связали рапорт этого узора. Со следующего ряда мы повторяем с первого ряда. В результате вязания шести рядов рапорта мы получили следующий результат. Дырочки разные. Это все зависит от ваших рук, от натяжения нити, от плотности вязания. Но сам факт такой. Вообще, если провязать немного больше, получается вот такое. Узор достаточно рельефный и в то же время он ажурный. Ну и в тренде. Очень много вещей у Чинели связано именно таким образом. Там и джемпер, и кардиган. Посмотрите на официальном сайте. То есть, рельефная вязка достаточно интересная. Ну и модная. Мы должны с вами быть в тренде. Мировой моды на трикотаж. Всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова